Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Сотрудники госавтоинспекции в Кирове начали выделять более пристальное внимание соблюдению правил перевозки детей в автомобилях До конца июля в нашем городе будет проводиться профилактическое мероприятие Ребенок, главный пассажир Оно направлено на снижение количества ДТП, в которых травмы получают несовершеннолетние пассажиры Таких пострадавших за первую половину 2022 года было 25 ГИБДД напоминает, штраф для водителя за неправильную перевозку ребенка составляет 3000 рублей Трасса 101 К середине лета средние цены на иномарки с пробегом в сравнении с началом этого года снизились только на 2,5% Средняя стоимость поддержанной легковушки зарубежного бренда, по данным Авито, опустилась до 600 тысяч рублей Наиболее популярной иномаркой на вторичном рынке остается Ford Focus Его средний ценник почти полмиллиона рублей На втором месте закрепился Hyundai Solaris 780 тысяч На третьем Kia Rio 775 тысяч рублей В первую пятерку входят также Volkswagen Polo и Toyota Camry Средним ценником 749 тысяч и 1 миллион 720 тысяч рублей соответственно Трасса 101 Страховщики предупредили, ОСАГО для владельцев упрощенных автомобилей отечественного производства может стоить дороже В первую очередь это объясняется отсутствием антиблокировочной системы тормозов Что сказывается на величине тормозного пути и других параметрах Каждая страховая компания якобы сможет самостоятельно решать Насколько повышать стоимость автогражданки для хозяев машин без АБС Сейчас этой функции, а также подушек безопасности, кондиционера и модуля Aero Glonass Лишены, к примеру, классические версии Lada Granta и Lada Niva Legend Трасса 101 Знаменитый внедорожник Chevrolet Blazer стал электрическим Производитель начал принимать заказы на новинку Всего модификации электрокара 4 с передним, задним либо полным приводом В топовой версии автомобиль комплектуется двумя электромоторами С суммарной мощностью почти 600 лошадей Разгон до сотни занимает порядка 4 секунд Запас хода 500 километров За дополнительную плату возможна установка автопилота второго уровня Это значит, что машина способна самостоятельно ускоряться, замедляться и маневрировать Трасса 101 А шведские специалисты разрабатывают велосипедный шлем, оснащенный подушкой безопасности Ожидается, что срабатывать она будет непосредственно перед столкновением с твердой поверхностью, асфальтом или кузовом автомобиля За это будут отвечать многочисленные датчики В результате шведы собираются существенно сократить риск получения велосипедистами тяжелых травм при ДТП Кстати, не так давно в Европе начали продавать шарф, который при падении раскрывается и окутывает голову велосипедиста или пользователя другого средства передвижения Стоимость гаджета в переводе на рубли около 20 тысяч На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101